Здравствуйте, дорогие мои. Меня видно, слышно? Здравствуйте. Плюсик ставим в чат, если меня видно и слышно. Отлично, отлично. Очень рада вас всех сегодня видеть на нашем уроке русского языка. Все прекрасно. Итак, наша сегодняшняя тема – слитное разделе написания «не» с наречиями. Мы с вами, конечно, уже говорили о слитном разделе написания этого слова, частицы «не» или приставки «не» с разными частями речи, но не обсуждали конкретно наречия. Я вас попрошу написать «я» в чат, если вы не присутствовали на уроке, на котором мы с вами обсуждали правила написания «не» с разными частями речи. Вот если такие есть, то, пожалуйста, напишите в чат, если такие ученики у нас присутствуют. Но, надеюсь, что отсутствие на том уроке не скажется на знаниях, полученных на сегодняшнем уроке. Я вижу, что для кого-то эта тема будет новой. Итак, друзья мои, несколько уроков назад мы с вами говорили уже о частице «не» или у приставки «не» и о том, как она пишется, слитно или разделено. Сегодня мы говорим о наречиях. Итак, всегда слитно пишется «не» с наречиями, которые без «не» не употребляются. Это наречия, например, невдомек, невзначай, ненароком, недоуменно, небрежно. И от таких наречий, как правило, мы не можем оторвать «не». И, соответственно, у нас получается, если мы оторвем «не», то у нас получатся какие-то очень странные слова. Например, «вдомек», «взначай», «нароком», «доуменно», «брежно». И, конечно, когда-то давно, я почти уверена, эти слова могли употребляться без «не», но в современном русском языке они пишутся всегда с «не» слитно. Дальше. Давайте попробуем с вами, попробуем найти те наречия, которые без «не» не употребляются. Пожалуйста, пишите в чат номера на речи, которые не употребляются без «не». Попробуем. Вперед, друзья. Пробуйте. Пожалуйста, пишите сразу все цифры вместе, чтобы я видела правильные или неправильные ответы. Так, я вижу, что большая часть ответов сошлась на одинаковых цифрах. Так, ну, жду последние ответы, и мы проверяем. Так. Проверяем, друзья. Задание очень простое, очень легкое. Итак, правильный ответ действительно 1, 3 и 5. У нас нет в современном русском языке слова «уклюже», нет слова «лепо», хотя когда-то оно существовало, да, и было существительное «лепота». Лепота-то какая, вспоминаем сразу фильм, да, Иван Васильевич «Нет профессию». И нет в современном русском языке слова «ожиданно». Наречия по цифре 2 и 4 могут писаться отдельно, раздельно, с частицей «нет». Говорил неторопливо, мы можем создать словосочетание с противопоставлением. Говорил неторопливо, а медленно. Неинтересно, неинтересно, а скучно. И, как вы уже поняли, на наречия, на определенную группу наречий распространяются такие же правила, как и на написание существительных и прилагательных с «не». Итак, хорошо. Еще немножко слитного написания. Всегда с «не» пишутся вместе отрицательные наречия. Они, собственно говоря, и образуются при помощи приставки «не». В данном случае приставка «не» является словообразовательной. Когда – некогда, куда – некуда, где – негде, откуда – неоткуда, извините, зачем – незачем. И, как вы видите, на приставку всегда падает ударение. И с этим связано правило. Если на приставку падает ударение, то мы пишем букву «е». А вот если на приставку ударение не падает, то мы пишем букву «и». Смотрите, «некогда, но никогда» пишется буква «и». Приставка «не». «Некуда, но никуда» ударение не падает, пишем «и». «Негде», «негде», «ниоткуда», «ниоткуда», «низачем», «низачем». Ну, «низачем» на самом деле будет писаться немножко по-другому. Но об этом мы поговорим чуть позже. То есть, конечно, мы можем произносить эти слова, да, и писать эти слова с буквой «и» в приставке. Просто значение наречия меняется. Смотрите, «мне сейчас некогда», «я никогда не выучу все правила русского языка», – думает человек, да, «но этот человек ошибается». Правила выучить можно. Не все, но большую их часть, чего я вам желаю. Итак, идем дальше. В отрицательных наречиях всегда не пишется солидно. Теперь мы поговорим об особой группе наречий. Да, это наречия, которые оканчиваются не на суффиксы «ое». Вот наречия с суффиксами «ое», и мы обсуждали с вами на прошлом занятии, да, они образуют отдельную группу, и мы их обсудим чуть позже. А сейчас мы обратим свое внимание на наречия, которые оканчиваются на все, что угодно, только не на суффиксы «ое». Смотрите, поступать не по-товарищески. Да, это наречие заканчивается на суффикс «и». Сделать не так, слышно не везде, не всегда приходит, не всегда приходит не вовремя. Да, то есть все-таки иногда приходит вовремя. Говорит не всерьез. Вот с такими наречиями «не» всегда пишется раздельно. Да, вот обратите внимание. Конечно, у нас есть наречия, которые не подчиняются этому правилу. Ну, например, неспроста, нехоти, некстати, но их достаточно мало. Можно их выучить. Итак, ну давайте сейчас попробуем определить, с какими наречиями «не» пишутся, которые пишутся с «не» всегда раздельно. Всегда раздельно. Жду ваших цифр. Пожалуйста, смело не позаичьи, пришлет не сегодня-завтра, поссорится не навек, неоткуда взяться, выполнить небрежно. Предлагайте свои варианты. Так, внимательно-внимательно. Помните, да? Всегда раздельно пишутся наречия «не» на «у-е», а всегда слит на наречия, которые без «не» не употребляются, и отрицательные наречия. Может быть, кто-то захочет исправить свой ответ. Так. Жду последние ответы, и мы проверяем. Ну, давайте проверять. Я не думаю, что это очень сложное задание. Я вижу, что многие с ним справились блестяще. Итак. Проверяем, друзья мои. Сейчас жду последний ответ. Все. Проверяем. Итак, правильный ответ – это 1, 2, 3. Обратите внимание, первое наречие «не позаичье» заканчивается на суффикс «и». Да? Ну, мягкий знак «и». А «и», соответственно, пишется раздельно. Не сегодня-завтра. Это наречие тоже пишется раздельно, потому что оканчивается не на суффикс «-о-е». Ну, и навек то же самое. Неоткуда взяться – это отрицательное наречие, а выполнить небрежно – это слово без «не» не употребляется. Вот молодцы. Молодцы. И давайте попробуем еще уже в предложении. Теперь нам нужно выписать номер предложения, в котором наречие пишется «сне» раздельно. Обратите внимание, одно предложение. Читайте внимательно и пишите одну цифру. Так, я вижу, что. Многие верно определили это предложение. Замечательно. Друзья мои, достаточно один раз написать в чат и дублировать свой ответ несколько раз. Проверяем, друзья мои. Проверяем. Итак, конечно, это второе предложение, потому что «не зачем» – это отрицательное наречие, а «не спроста» – это наречие, которое всегда пишется «сне» слитно. Это исключение, о котором я говорила чуть выше. Конечно, на слайд оно было не выведено, но тем не менее оно было произнесено. Те, кто внимательно слушали, они сразу определили, что это слово пишется слитно, «сне». Они сразу пишутся, конечно, раздельно, подчиняясь общему правилу. Следующий случай раздельного написания – это сравнительная степень. На прошлом занятии или на позапрошлом занятии, в общем, на предыдущих уроках мы с вами говорили о том, что наречие, как и прилагательное, образует степень сравнения. Так вот, если у нас наречие стоит в форме сравнительной степени, то с частицей «не» оно пишется раздельно. Брат живет не дальше меня. Ученик зашел в класс не позже учителя. Вот обратите внимание, здесь у нас четкое отрицание. Помните на том уроке, посвященном слитному и раздельному написанию «не» с глаголами существительными и прилагательными, мы с вами говорили о том, что если у нас в предложении есть отрицание, когда мы отрицаем какой-то факт, то мы тогда не пишем раздельно. А вот если при помощи присоединения «не» образуется слово с новым значением, как правило, противоположным, например, «красивый» и «некрасивый», «красивый» и «некрасивый», то тогда слово «не», часть «не» будет писаться слитной, будет являться приставкой. Вот в данном случае у нас здесь отрицание. Брат живет не дальше меня. То есть мы одинаково близко живем или далеко. Ученик зашел в класс не позже учителя. То есть сначала вошел ученик, а потом учитель, а они зашли одновременно. Но это мне неизвестно. Но в данном случае сравнительная степень предлагает нам только раздельное написание. Итак, ну давайте теперь сделаем задание. Посмотрим, соединим все правила, которые мы с вами уже повторили или изучили, у кого как, и попробуем найти предложения, в которых наречия пишется сне раздельно. Пожалуйста, номера. Номера, друзья, номера. Их несколько. Будьте внимательны. Если кто-то хочет исправить свой ответ, исправляйте. Не такое простое задание оказалось, судя по ответам. Так, ну жду последние ответы, и мы будем проверять. Итак, ну давайте проверять. Правильный ответ 1, 2, 4. В первом случае у нас наречие, которое заканчивается на ему, не на суффикс о или е, пишем раздельно. Они всегда... Вот наречия, которые пишутся через дефис, они всегда пишутся с ней раздельно. Всегда. Независимо ни от каких условий. Видите дефис, пишите всегда раздельно. Во втором случае ученик выглядел не хуже всех. Это сравнительная степень. И, соответственно, мы пишем раздельно. Не. В третьем случае не в моготу. Слово без не не употребляется. В моготу. Когда-то, конечно, я уверена, оно существовало, но теперь нет. И последнее, четвертое. Да, звук шел не отсюда. Отсюда, не отсюда. Будет писаться раздельно. Потому что, опять же, наречие не на о-е. Еще немножко заданий, и мы перейдем к следующей группе правил. Итак, сейчас мы с вами также пишем номера предложений, в которых наречие пишется с ней раздельно. Будьте внимательны. Номера. Номера. Читайте внимательно и записывайте сразу все номера. И вижу, что тоже задание оказалось не самым простым для вас. И скажу вам честно, правильного ответа я еще не увидела. Да, была подсказка. И вот многие уже поняли эту подсказку. И я сразу увидела правильные ответы. Наверное, вас испугало, что правильными ответами могут быть все предложения. Итак, давайте посмотрим. Ой, извините, ребята, я в ответы не внесла все. Ну, как всегда, да, я не могу обойтись без какой-нибудь опечатки. Но зато ответы все правильные. Итак, правильный ответ 1, 2 и 3. Посмотрите, пожалуйста, не по-ночному. Во-первых, это наречие, которое пишется через дефис. Я только что говорила о том, что они пишутся всегда раздельно. Во-вторых, это наречие с суффиксом ому, а не суффиксом о или е. Ну, а в-третьих, друзья мои, здесь даже есть противопоставление не по-ночному, а по-вечернему. Да, и вот при всей, при совокупности всех этих факторов действительно не нужно написать раздельно. Но первый фактор, конечно, это наречие не на о-е, и пишется через дефис. То есть противопоставление на вторичном. Во-втором случае не очень пишется раздельно, потому что, опять же, наречие не на о-е. Ну, и вообще запомните, пожалуйста, я иногда вижу не очень написанное слитно. Это такая частая ошибка. Будьте внимательны, пишите раздельно. Ну, и последнее, не вправе, тоже наречие не на о-е. Вы сейчас можете сказать, ну, как же, я в конце вижу букву е. О-е, друзья мои, это другая группа наречий. И об этом мы сейчас с вами поговорим. Один, два, три, правильный ответ. Не верьте ответу два, который написан наверху. Я его просто не заменила. Так вот, друзья мои, мы переходим к той самой загадочной и одновременно такой знакомой нас, такой знакомой нам, группе наречий с суффиксами о-е. Во-первых, эта группа наречий всегда образуется от прилагательных. Об этом мы говорили точно на прошлом занятии. Посмотрите, отчаянный, отчаянно, искренний, искренне. И эта группа наречий всегда образована суффиксальным способом. То есть, когда мы видим наречие на о или е, мы всегда можем понять, от какого прилагательного они образованы. И вот наречие в праве, да, оно образовано другим способом от существительного, от сочетания существительного с предлогом в праве. Ну и, соответственно, там они представочно-суффиксальным способом соединились. Так вот, друзья мои, на наречии с суффиксами о и е распространяются те же самые правила, что и на существительные и прилагательные. То есть, мы запоминаем. Работают те же самые правила. Вот те, кто внимательно слушал меня на занятии, посвященном слитному и раздельному написанию е с существительными и прилагательными, то эта информация не окажется новой. А вот те, кто на том уроке отсутствовали и по каким-то причинам не смогли его посмотреть, я рекомендую вернуться к этому уроку, да, и посмотреть его в записи. Итак, какие же правила? Правила хорошо нам знакомы. Первое правило – это противопоставление с союзом А. Когда у нас есть противопоставление по какому-то признаку, то всегда будет писаться нераздельно. Он ответил не грубо, а вежливо. Ехать нам недалеко, а близко. Обратите внимание, в первом случае, вот здесь, мы отрицаем факт грубости, да, или факт далекого расстояния. И после союза А мы утверждаем другой факт. Да, вот когда у нас есть отрицание, мы всегда пишем нераздельно. Самое главное, чтобы это действительно было отрицание. Помните, мы опять же на том уроке говорили об этом и делали достаточно много упражнений. Посмотрите, пожалуйста, на пример, помеченный восклицательным знаком. Негромко, но выразительно. Здесь у нас есть тоже отношение, которое вводится с союзом НО, и мы можем принять это за противопоставление. Но здесь у нас нет явно выраженного противопоставления. Негромко мы можем заменить словом ТИХО, ТИХО, то есть синонимом БЕЗНЕ. И, соответственно, мы утверждаем, что человек говорил ТИХО, но при этом выразительно. И таким образом мы не можем здесь сказать о том, что слова противопоставлены друг другу по значению. Факт и ФАКТ. Второй случай. Это наши любимые слова-сигналы «далеко не», «отнюдь не», «вовсе не». И мы тоже вспоминали о слове «отнюдь». Вы хотите возразить мне «отнюдь» – красивый ответ. Так вот, слова-сигналы «далеко не», «отнюдь не», «вовсе не» дают нам всегда раздельное написание. Хозяйка взглянула на приезжих вовсе неприветливо, ваши вещи сложены далеко не беспорядочно, пойти гулять в такую ненастную погоду «отнюдь неразумно». И, как мы видим, во всех случаях не пишется раздельно. Запомним это и обратимся к третьему пункту правила. Это наличие частицы «ни», которая относится к нашему наречию. Чаще всего это отрицательные наречия с приставкой «ни» в качестве пояснительного слова. Смотрите. «Его замечание прозвучало ничуть не обидно для нас, сделать это оказалось нисколько не трудно, все знают, что бабушка рассказывает о прошлом никогда не скучно». Вот если вы видите слово «сни», которое относится к вашей форме «сне», то будет раздельное написание. Друзья мои, только при условии, что наречие без «не» употребляется. Потому что если наречие без «не» не употребляется, оно всегда-всегда пишется слитно, равно как и существительное, равно как и прилагательное. Соответственно, иногда слова «сигналы» относят еще «ничуть не». Я знаю, есть такие случаи. Друзья мои, я их вношу в эту группу, потому что странно было бы выносить отдельно «ничуть не», когда у нас есть целый пункт правила. Итак, и я хочу вам показать одну ловушку, в которую вы можете попасться. У нас слова «сигналы» только те, которые были указаны на слайде. Это «вовсе не», «далеко не», «отнюдь не». Иногда вызывают трудности наречия, меры и степени. То есть те наречия, которые отвечают на вопросы, как в какой степени. Давайте посмотрим на примеры. Совершенно немного осталось идти. Вот слово «совершенно» кто-то ошибочно может принять за какое-то слово «сигнал». Но давайте мы посмотрим, какую же роль играет это наречие в предложении. Совершенно немного осталось идти. Немного как, в какой степени «совершенно». Здесь наречие усиливает тот признак, который обозначает, наречие «совершенно» усиливает тот признак, который обозначает наречие «немного». И в результате мы понимаем, что усиливается только вот эта малость оставшегося расстояния. Слишком недолго стояла солнечная сухая погода. То же самое. Недолго как, в какой степени, слишком. Слово «слишком» усиливает кратковременность сухой и солнечной погоды. Наречий «меры и степени» в русском языке очень много. Это слова «весьма», «крайне», «абсолютно», «очень» и так далее. И пусть они вас не смущают. Они никак не влияют на слитное или раздельное написание «не» со словами. Итак, ну что, я думаю, мы теперь готовы к тому, чтобы поработать с нашими заданиями. Еще раз напоминаю, наречия с суффиксами «ое» подчиняются следующим правилам. Первое правило – это противопоставление с союзом «а» или, в принципе, отрицание, которое есть, заложено внутри предложения. Оно не всегда может быть явно выражено. Но, читая предложение, мы понимаем, что здесь отрицается какой-то факт. Это может быть ловушкой. Второе – это слова «сигналы», «далеко не», «вовсе не», «отнюдь не». И последнее – это наречия с частицей «ни», которая относится к искомому наречию, написание которого нам нужно определить. Итак, я думаю, что кто-то особо хитрый уже себе пометил эти правила. Кто-то надеется на свою память, кто-то на свои знания, тоже хорошо. И мы переходим с вами к заданиям. Итак, пожалуйста, перед вами пять предложений. Вам нужно найти номера предложений, в которых «не» пишется раздельно. Пожалуйста, друзья мои. Пробуем. Будьте внимательны, не спешите. Прочитайте все предложения, подумайте. Номера. Будьте внимательны. Еще раз проговорю правила. Отрицание какого-то факта, признака, характеристики. Ну, признак скорее для наречия, а характеристика для прилагательного. Факт – это скорее для существительного или прилагательного. Хотя может и наречия быть. Второе – это слова «сигналы». Далеко не, вовсе не, отнюдь не. И третье – это слово «сни». Так, ну что, судя по всему, иссякли ответы. Все, кто хотел, написал. И проверяем, друзья. А, еще есть ответ. Хорошо, я подожду, дам еще минутку, чтобы все смогли поделиться своими соображениями. Итак, ну, проверяем теперь, дорогие мои. Итак, давайте посмотрим. Правильный ответ – 1 и 4, друзья мои. 1 и 4. Посмотрите, пожалуйста. Первое – есть слово «сигнал» – далеко не. Здесь все понятно, да, и многие определили правильно. Слово «неожиданно» без ней не употребляется. Ну, я вижу, что в чате многие его и не выбрали. Третье – необыкновенно суровые зимы в Якутии. Почему многие из вас решили, что здесь будет писаться раздельно «не»? Посмотрите, «необыкновенно» – это наречие на «о», образованное от прилагательного «необыкновенной». Здесь нет отрицания. Здесь нет слова «сигнала». Здесь нет слова «счастицы не». И, естественно, оно пишется слитно. В четвертом есть противопоставление. Улыбался не лукаво, а простодушно. Да, и многие выделили это как правильный ответ. И в последнем, в пятом, друзья мои, «весьма» – это наречие, «меры и степени». Нередко как «весьма». «Весьма» – это не слово «сигнал». Это та ловушка, о которой я вам говорила чуть-чуть выше. Вот будьте, пожалуйста, внимательны. Если вы можете поставить к наречию вопрос, как, в какой степени или в какой мере, то перед вами наречие «меры и степени», друзья мои, которая на раздельное написание не влияет. Хорошо нужно запомнить слова «сигналы». «Вовсе не», «далеко не», «отнюдь не». Вот они действительно работают на раздельное написание. Но попробуем еще раз. Пожалуйста. Номера словосочетаний. Перед вами уже не предложение, да, а словосочетания. Попробуйте еще раз. Учтите те ошибки, которые вы допустили. В первый раз. Будьте внимательны. Вспомните все три пункта. Напоминаю еще раз. Это противопоставление. Противопоставление. Слова-сигналы. Частица «ни». И нам нужно найти те, которые пишутся слитно, нераздельно. Я вижу, как азартно вы включились в работу. Спасибо вам за это. Это очень здорово, что вам интересно. То, чем мы занимаемся. Даю еще минуту. Я вижу правильные ответы. Их немного, но они есть. Давайте проверять. Давайте проверять. Итак. Правильный ответ 2, 3, 5. 2, 3, 5. И сейчас давайте обсудим, почему же он. Разговаривать негромко, а тихо. Здесь у нас противопоставление. И, естественно, будет писаться раздельно. В задании нам нужно было написать те словосочетания, в которых на речи пишутся слитно. Сделать неаккуратно. Здесь нет условий для раздельного написания, нет противопоставления, нет словосигналов и нет слова «сни». В третьем. То же самое. Более того, слово «невозмутимо» без «ни» не употребляется. Нельзя сказать «возмутимо». Можно сказать только «возмутительно». В четвертом у нас есть слово «сигнал», вовсе не, вовсе неинтересно. И последнее. Здесь у нас не такое противопоставление, как должно быть, нет отрицания. Не дешево, то есть дорого мы можем заменить синонимы без «не», но красиво. Поэтому пишется слитно. Ну и, конечно, нужно быть внимательными в тот момент, когда читаете формулировку задания. В задании было нужно выписать словосочетания, в которых не пишется слитно, а не раздельно. Ну и на этом многие, как я вижу, погорели. Итак, я надеюсь, что это оказалось вам понятным. Та информация, которую мы сегодня с вами получили из урока. И я предлагаю сейчас поработать над, ну, немножко над нашей с вами речью. Да, вспомнить, что такое синонимы, что такое антонимы и что такое фразеологизмы. И все это в контексте нашей сегодняшней темы. Итак, друзья мои, я надеюсь, что этот тип заданий вам понравится. И буду благодарна за обратную связь. Значит, во-первых, я хочу напомнить, что такое синонимы. Итак, синонимы – это слова одной и той же части речи. Не спешите, пожалуйста, отвечать на задание. Итак, синонимы – это слова одной и той же части речи. То есть, если нам нужно подобрать синонимы к наречию, то мы подбираем, конечно, наречие. Кроме того, если мы подбираем синонимы с «не», то «не» будет писаться, извините, не раздельно, а слитно. Итак, давайте сейчас попробуем подобрать к наречиям. Наречия с «не», которые синонимичны. Я вижу уже кто-то с места в карьер. Предлагайте. Нужны наречия с «не». Немножко посложнее задание, да, не такое простое. Но подумайте, подумайте. Я думаю, это полезно для нас. Ну что, попробуем. Да, попробуем. Все, кто хотел, написал. Друзья мои, проверяем. Проверяем. Итак. Действительно тихо, негромко. Расплывчато. Не точно. В принципе, наверное, здесь можно в качестве синонима добавить, да, нечетко сформулированная задача, например, непонятно сформулированная задача. Мелко, конечно, это неглубоко. И, соответственно, мы обратили внимание на тот факт, что наречия, которые являются, которые мы можем подобрать синоним без «не», да, пишутся слитно. Давайте еще раз попробуем. Тоже синонимы. Внимательно прочитайте все синонимы. Пожалуйста, обратите внимание. Не могут быть синонимами наречие и прилагательное. Итак, легкомысленно, случайно, обязательно. Если получится два-три антонима, ой, извините, синонимы подобрать, то будет здорово. Синонимы – это слова, которые похожи по значению, близки по значению, но разные по звучанию или написанию. Так. Ну, давайте посмотрим. Я вижу, что очень многие предлагают, и предлагают верно. Самое главное – пишите «не слитно». Итак, проверяем. Проверяем. Итак, легкомысленно. Ну, конечно, несерьезно. Тут все правильно ответили на этот вопрос. Случайно. Нечаянно. Да, ненамеренно. Неспециально. Все эти слова тоже подойдут в качестве синонимов. Обязательно. Обязательно – это непременно. Непременно. Необходимо имеет другое значение, к сожалению. Непременно. Повторили мы с вами синонимы, и теперь я предлагаю поговорить об антонимах. Антонимы – это слова одной части речи, всегда одной части речи, то есть два наречия, два прилагательных, два существительных, которые противоположны по значению. Итак, я предлагаю сейчас подобрать к наречиям антонимы «сне». Пожалуйста, пробуйте. Постарайтесь все уместить в один ответ. Один, два, три. Если вы какой-то ответ не знаете, то можно поставить прочерк, например. Или вообще его не указывать. Так. Пожалуйста, проверяем. Итак, ожидаемо. Действительно, неожиданно, лежит на поверхности. Случайно, не случайно, не специально. Внятно, неразборчиво или невнятно. Невнятно многие обозначили, а вот неразборчиво я не увидела этого ответа. Хотя это наречие тоже подходит. Попробуем еще, друзья мои, остановитесь в своих ответах. Вам еще предстоит еще задание этого же характера. Итак, следующие наречия тоже антонимы. Сложно, низко, непостоянно. Помните, не пишется слитно. И наречия должны быть сне. Посложнее, да? Итак, ну давайте попробуем. Меня смущает слово непостоянно. Итак, проверяем. Сложно, незатейливо, несложно. Наречие просто тоже является антонимом, но, к сожалению, в нем отсутствует не. Низко, да? Ой, ребята, ребята, низко, невысоко, это синонимы. Простите, сердечно. Да, вот тут опечаточка у меня была. Должно было быть немножко другое наречие. Не заменило, простите, сердечно. Ну, это не совсем ошибочка, да, это, скажем так, я меняла упражнения и, соответственно, низко не убрала. Вот я чувствую, что какое-то слово я хотела заменить, но не заменила. Здесь должны были быть синонимы, а я заменила на антонимы. И непостоянно, естественно, да, непрерывно. Непрерывно. Итак, ну, я думаю, вы уже достаточно разогрелись, чтобы перейти к самому, на мой взгляд, сложному упражнению в этом ряду. Это фразеологизмы. Ну, прежде чем вы начнете писать ответы, потерпите секундочку, да, просто послушайте. Я напомню, что такое фразеологизмы. Фразеологизмы – это устойчивое выражение, да, то есть это те словосочетания или предложения, которые получают свое значение только, да, в целой вот совокупности. Итак, я сейчас предлагаю попробовать объяснить значение фразеологизмов наречием, причем наречием с «не». Вперед, друзья, пробуем. Именно наречием, друзья. Да, как с луны свалился, как снег на голову. Так. Я вижу много интересных вариантов. Ну что, проверяем? Итак, ну давайте посмотрим. Да, нам нужно найти именно наречие. Мы можем любое слово подобрать, но по заданию необходимо именно наречие с «не». Итак, ну давайте проверим себя. Итак, как с луны свалился, неожиданно, да, как кошка с собакой, недружно, именно недружно, а не недружелюбно, да, тот вариант, который иногда возникал в нашем чате, должно быть недружно. Итак, и еще одно задание такого же рода. Нужно подобрать. Нужно подобрать к фразеологизмам словосочетание с наречием «не», да, потому что одним наречием, к сожалению, здесь не обойдешься. Предлагайте, друзья, идти своей дорогой, идти на поводу. Слава с сочетанием, друзья мои. Это значит какое-то слово плюс наречие. Друзья мои, я жду ваши ответы. Так, вот я вижу ответы. Чуть-чуть посложнее, чем предыдущие, конечно. Так. Итак, ну давайте посмотрим, проверим себя. Идти своей дорогой, да, поступать независимо, поступать независимо, потому что, когда мы идем своей дорогой, это значит, мы ни на кого не оглядываемся и совершаем те поступки, которые считаем правильными. Идти на поводу – это действовать не самостоятельно, да, и, соответственно, когда мы идем на поводу у кого-то, мы слушаем чужие советы, да, мы поступаем так, как хотят от нас окружающие, но не так, как мы сами считаем нужным. Конечно, вариант поступать, быть независимым тоже здесь хорошо подойдет, да, вот идти не вместе, к сожалению, этот вариант не полностью отражает значение этого фразеологизма, потому что все-таки идти своей дорогой – это фразеологизм, который имеет значение выбрать собственный путь, то есть, да, скажем так, быть самостоятельным в принятии решений. Итак, друзья мои, надеюсь, что сегодняшнее занятие не прошло даром, не прошло мимо вас, вы запомнили, когда наречия с ней пишутся слитно, а когда раздельно. Надеюсь, что эта информация останется у вас в головах, и вы сможете применять полученные знания на практике. Я с вами на сегодня прощаюсь до следующей недели, и надеюсь на скорую встречу на уроках, на уроке русского языка. До свидания. Желаю всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok